Welcome to картриджный апдейт номер, не знаю какой, уже наверное больше 20, хотя их на самом деле меньше, чем я хотел, но иногда больше, потому что некоторые выпуски разбиваю на несколько, а некоторые совмещают. Окей, это не важно. Съездил к старику, как известно, потому что мне, получается, недавно для того, чтобы осознать, что у меня теперь есть пинбол, я включил именно специально, подключил, там именно хотел вот тот трюк на 99 жизней проверить, но оказалось, что это на время, то есть там минут 5, по-моему, оно работает и всё. Поэтому не сработал трюк, но я, тем не менее, научился играть, нашёл опции, там можно замедлять скорость движения. Короче, круто было. И тогда же поиграл, получается, в Алекс Кида, тоже далеко дошёл до новых, до гор вообще, там так круто оказалось. Ну, именно вот, то есть шло оно мне. И наткнулся на одном из сборников на Мисс Пэкмен. И после того, как я сделал этот ремикс, короче, на вот это... Мне именно хотелось просто на приставке именно в Пэкмена поиграть, а Мисс Пэкмен тоже лучше, как бы, поэтому я попытался играть, и у меня вот этот странный глюк, короче, что у меня только горизонталь работает стрелок. Я всегда думал, что у меня джойстик глючил на этой игре. Оказалось, что это сборник такой странный, там нельзя, например, нажать старт и зайти в игру, там надо нажимать А, Б, С. А в Пэкмене я случайно нажал Z, и оказалось, что Z это кнопка вверх, а Y это кнопка вниз, X это кнопка влево, а мод это кнопка вправо. То есть, чтобы управлять, надо постоянно вспоминать, что так, Y это вверх, Y это вниз, ой, X, Z это, короче, это вверх. И, ну, короче, у меня некоторое время получалось так играть, и мне удалось осознать, насколько это крутая игра, реально, там ускоряться можно, там куча вариантов лабиринтов, и реально в неё круто играть. А потом, на следующий день не было света, так я на телефоне в неё играл. Не очень удобно было, хотя я и с EBITDA Zero TM реклама ненавязчивая. Ну, классно было, удобно, но, как бы, на телефоне, на маленьком экране не так прикольно. Потом уже, когда свет дали и включился компьютер, я сегодня поиграл как следует через RetroArk, и оно было круто. То есть, я осознал, что это крутая игра, и мне реально захотелось поехать чисто за Пэкменом. То есть, чтобы у меня был какой-то Пэкмен, я хотел найти разборники, потому что он почти на всех сборниках есть, я не сомневался, что я найду. И реально, ещё частично, почему я поехал, это чтобы Бильярд, Minnesota Fats Pool Legend обновить, потому что и он у меня не работает уже некоторое время. А это, как бы, непорядок, потому что это, как бы, это одна из моих топ-10 игр на Сегу, и она всегда должна у меня быть, как бы. Ну, она давно именно как рассыпается, прям, ты её включаешь, она глюками исходит, и это ужасно вообще, это осознавать, что с ней что-то не так, это прям вот реально печально. Поэтому, в основном, я ехал туда, тоже не сомневаясь, что он там будет, и реально он там был, как бы. О, сразу достался. Ещё в классной коробке, как бы, именно вот так, как надо, получается. Ну, растянуто немного изображение, ну, хотя бы соответствует, потому что на моём там, ну, не так классно, и плюс он не работал. А этот и проверили, ну, и причём я там же купил, я у него же покупал в 2012 году, то есть, сколько, 7 лет назад такую же игру, в общем, а теперь, ну, она уже, как бы, рассыпалась. А это, ну, короче, надо, чтобы Бильярд был, вот это главная причина, почему я туда ехал, а тут и 50 гривен получилось купить. А потом, там у них, как бы, там же разделённая точка, там они вместе одинаково им торгуют, но деньги в розни, как говорится. И рядом кто-то рылся тоже в картриджах, и я же такой, чтобы, как бы, ну, отдельно два раза не рыться, я, получается, параллельно вместе с ними в той же коробке начал собирать, то есть, вслед за ними, как бы. А они, ну, там, короче, мама и сын такой, не знаю, лет, не знаю, около 6, и он, ну, не знает вообще про игры ничего, а я говорю маме, типа, она говорит, типа, вот, видишь, вот, дядя играет всё ещё в эти игры. Я говорю, ну, я, типа, разбираюсь, могу подсказать что-то, она говорит, я тоже помню ещё и с детства, ну, короче, смешно. Но, на самом деле, она не всё помнит, он там про каждую игру начинал, спрашивает, типа, о, а в Марио можно на двух игроков? А в Мортал Комбо там как? Или, о, а мне нужен второй червяк Джим, почему он не запускается на приставке? Я говорю, регионы там надо попереключать, там оно пишет на экране просто, переключитесь на НТС-Т. Но у них на приставке не было приключателей регионов. Опять же, это не моя проблема. Но я к тому, что я тоже порылся, получается, в сборниках, и нашёл там два сборника, на которых были Мисс Пэкмен, и там ещё были ещё пара игр, но в основном те, что у меня есть. То есть, в принципе, я только ради Пэкмена хотел купить. И потом, когда они купили эту приставку, то уже не было возможности на ней проверять эти игры, а мне нужно было на этот раз действительно проверить, работает оно или нет. Поэтому мы... у этого старика на маленькой такой, типа PlayStation такая приставка, то есть не чёрная, а серая такая маленькая, короче. И она подключалась к экрану, который не больше, чем телефону такой, вот там с глючной такой, ну там, с помехами, короче. И у него там уже был сборник в нём, и потом я поставил туда Пэкмена одного, и то же самое, короче, ну, вверх-вниз не работало. Нажал Z, реально работает Z, это вверх. Причём, там ещё страннее то, что если ты возле бортов, если как бы тебя окружают с двух сторон стены, то ты можешь двигаться стрелками. А если ты как бы едешь и как перекрёсток такой, то там нельзя поворачивать. Это супер странное управление, которое не описать. Но я всегда думал, что у меня сломанный джойстик или... Ну, я думал, что с игрой что-то не так, она мне поэтому не нравилась, потому что я нажимаю назад, но не работает. Потом подхожу к краю стены, нажимаю вверх, работает. И от этого мне казалось, что она просто сломана, а это на сборниках так. Потом ещё один сборник, тоже с Мисс Пэкмен был. Запускаю, то же самое. То есть это на всех сборниках такое, на всех приставках, видимо, потому что на тех, что мы проверяли, и на моей всё то же самое. Поэтому это как бы неизбежность. Ну, я реально за Мисс Пэкмен поехал, но её не нашёл там, хоть и пул достал. А потом, получается, ну, среди остальных сборников, там было много на самом деле, и были некоторые крутые, но я от некоторых отказался, потому что не настолько мне игры в них были нужны. Но! И там были ещё крутые игры, как бы достаточно редкие. Допустим, вот это вот. Don't ask. Не спрашивай, как говорится. Короче говоря, это про, я так понимаю, про Вуди Вудпекера, но это игра бразильская, пиратская, неофициально сделанная. Короче, это как, про неё нигде ничего не пишут, но это платформер, и как бы круто, ну, такой, вроде как неплохой. Я в него чуть-чуть играл даже когда-то. Это вот, именно что, ну, uncommon title, это не часто попадающаяся, и такая редкая, и плюс это платформер, я думаю, это будет круто, плюс я, ну, не играл в неё. То есть это новая и неизвестная игра, поэтому хорошо. Ещё одна редко попадающаяся, Toys, про эту я вообще ничего не знаю, я когда включил даже там, то, ну, она включилась, как бы. Вот я, кстати, сейчас странно, я обычно проверяю отдельным сегментом, а сейчас я уже, как бы, проверил на их приставке, но сейчас на своей тоже буду проверять, может, даже не буду записывать. Или, если будет что-то интересное, запишу. И, то есть, она-то работает, но я не уверен, так ли должно в ней всё работать, то есть, ну, будет интересно узнавать. Я даже не уверен, что это за жанр вообще, но меня всегда удивлялось, что на Сеге есть не только Toys Story, а просто игра Toys. И она, по-моему, как симулятор, то есть она как theme park, или как квест, по-моему, она как busy town, может быть, там, где надо, как бы, point and click, то есть надо задавать задачи кому-то, и оно там само происходит. Я не знаю, короче, ничего про эту игру, но она очень редко попадается, и я один раз видел, на OLX что-то продавал, но очень дорого, там, за 100, по-моему. И я тогда, по-моему, запустил её, увидел, что там она какая-то, ну, нетипичная, скажем так, и понял, что тогда она мне за столько не надо была. А эти, получается, хоть и не так дорого, но я, получается, положил их вот так рядом и говорю, готов за 50 вот эти обе купить. Ну, когда вот так вот вживую говоришь об этом, то оно трудно, как бы, ну, она говорит, нет, ну, она там, он вот этот старик и напарница его. Говорит, 70, типа, это самый минимум, это именно закупочная цена, это уже в обыдок будет идти, даже как своим и так сбрасываю по максимуму. А потом ещё один сборник, в общем, был, тут, сейчас я расскажу, что тут, а? И как только старик его взял, чтобы проверить, он говорит, за 450 продавай, за 450 сборник. Кто, кем надо быть, чтобы купить, это как пол Эвердрайва, как бы. И я так подумал, что если такая будет цена, то, как бы, посмеюсь с них. Но, она, в общем, сказала за 120, потому что он стоил 150. И в прошлый раз я такой же сборник купил за 150, то есть, они не шутят, у них сборники реально все дорогие, и у них только сборники продаются. Именно у этого, как бы, ну, кроме вот этих двух. Ещё там, да, парочка есть одиночных, но в основном всё на сборниках. И, к сожалению, это значит, что все игры тут на русском. Но, тут есть две игры, которые я бы не купил отдельно, я бы не хотел за них платить 70 гривен, плюс пересылку, там, или искать отдельный картридж с ними, или заказывать ещё как-то. Короче, тут все Бэтмены, именно, вот, реально, тут Бэтмен и Робин, Бэтмен Форевер, Бэтмен Ретернс, Бэтмен Ревензов Джокер. Вот это единственная, которая мне из них нужна, потому что Форевер у меня есть, а Бэтмен и Робин хоть многие советуют, но мне лично он никогда особо не нравился. Мне больше всего из Бэтменов всех нравится именно Ревензов Джокер, потому что она восьмибитная, по сути. Она, по-моему, даже на NES изначально была, и на Мастер Систем, а потом её на Сегу портировали, и она именно в таком стиле, как мне нравится. То есть, когда вот графика такая неотёсанная, большие спрайты такие неуклюжие, вот я, ну, обожаю такое. То есть, если выбирать между Бэтмен и Робин и Бэтмен Ревензов Джокер, я выберу Джокера, потому что Бэтмен и Робин слишком прокаченные. Там сильно много взрывов, сильно много вот такого вот там трёхмерный фон двигается, такое понты, вот мне такое не нравится в играх. Ну, тем не менее, тут есть всё, поэтому мне грех жаловаться. Ещё тут есть, ну, комик-зона, Терминатор против Робокопа, Ninja Turtles Tournament Fighters, эти все у меня есть просто. Ещё какая-то Ninja Turtles Return, это, наверное, Return of the Shredder, это, по-моему, тоже файтинг. Или, сейчас узнаю, кстати, вот я эти не проверял, потому что старик там нервничал, я вот так вот надвис над столом, чтобы в углу на этом маленьком экране проверить, хотя бы работает ли Ревензов Джокер, и потом ещё проверил, тут ещё последняя игра, это Power Rangers Movie. У меня есть Power Rangers The Movie в коробке, но в ней на самом деле Power Rangers, как-то он ещё называется, короче, как... А, Mighty Morphin Power Rangers, и он файтинг, там друг против друга сражаешься, это вообще не то. А вот этот The Movie, это, по-моему, это как beat'em up, то есть он более классный, этот мне нравился всегда, этот я реально играл даже в детстве, то есть это та, которую я хочу, и я проверил, вроде как это она, потому что там... Ну да, по-моему, точно, потому что это не та, которая у меня, и там меню долго, я просто не забыл, очень давно играл в неё, реально, вот когда ещё лет в 12 там у соседа, и не помню, как там должно быть, но это вроде оно. То есть тут, по сути, аж три крутых игры, которых у меня действительно нет, и плюс Batman Returns тоже, он мне хоть и не нравится, но это как бы тот Batman, которого у меня нет, и таким образом у меня теперь все Batman есть. У меня ещё на сборнике есть обычный Batman, и Batman Forever есть на английском, на отдельном картридже, а тут все на русском, как бы. То есть, таким образом, из новых, получается, Joker, Robin и Power Rangers, ну и может даже Ninja Turtles будут другие. То есть тут всего 9 игр, но для меня ценных, как бы, где-то 4, и за 120, в принципе, нормально, это как 2 картриджа, учитывая, что я 2 игры, по сути, самых ценных, и купил через него. Ну, и я, вот, обычно я рассказываю о том, что я там за 30 гривен нашёл суперредкие игры, или там, на, в куче плат добыл какие-то суперредкие игры, или типа того, но в этот раз, ну, как бы, немного стыдно тем, что я полную цену за них заплатил, и как бы, то есть, вот реально, вот даже не... То есть, в сумме, получается, если 70, 70 и 120, то будет 160. Я сказал 160, она говорит, 240. Я говорю, нет, 260 вообще-то, потому что 20 плюс 40. Она такая, ага, о, да, точно. И я мог сказать, давайте за 250 хотя бы. Ну, реально, вот, мне как-то вот захотелось... Реально, вот, типа, жалко их стало, потому что у них не очень оно продаётся, и реально ехал туда, зная, что там будет лежать вот этот картридж, который там лежит уже два года, и ждёт меня, реально. Ну, как бы, наша игра любимая, ну, с папой, он тут, главное, рядом, а молчит. О, ты ещё и так вот... Чистый, чистый. Я бы хотел сказать, что скрэй сейчас будет. Надо было в другую сторону. Вот сейчас как раз будем проверять. И надо просто, чтобы она у нас была, и вот она нас ждала, в общем. Так что, блин, 4 картриджа, круто. Даже не 4, а на сборнике ещё 9 игр. Сейчас, во-первых, вот это Тойс хочется проверить. И Пикапау, круто, короче. Причём, что интересно мне, перед тем, как я поехал, по-моему, вчера или сегодня, в общем, в основном бывает так, что один сон в другой переходит, и в одном из снов, один предыдущий сюжет не относился к этому, там, что-то на роликах куда-то за горизонт кто-то ехал, неважно, потом какие-то вокзалы подземные или типа того. А потом я приехал, каким-то образом оказался, в конце концов, на рынке. У нас там есть, получается. И там в одном из мест, где обычные диски продают, там картриджи продавали. Мне часто снится, что картриджи я покупаю в таких рынках, где их много, где можно выбирать. И во сне там же, получается, путаются имена, буквы, цифры. И я смотрю, и они каждую секунду меняются, но я... и оно так тяжело. Ты пытаешься вспомнить, какие игры тебе нужны, и они ещё у меня, продавцы, спрашивают, какую вам надо игру? Я говорю, ну, не могу вспомнить, потому что хочу показать им список всех, которых у меня есть. Но, короче, и я, когда вот этот был момент расплаты за эти картриджи, то я вспомнил этот сон, потому что оно точно та же ситуация. То есть мне приснилось то, что случится, и поэтому я сегодня даже поехал, потому что предчувствие было, что что-то найдётся. И хоть я не нашёл мисс Пэкман, за которой ехал, как бы. И я теперь не знаю, как я её найду. Если она на всех сборниках глючит, вот так вот, то единственный способ в неё играть, это через компьютер, а оно, как бы, не очень прикольно. Или на телефоне. Я бы хотел на приставке, оно классное. И Пэкман просто на Сеге только этот, и такой, типа, трёхмерного, изометрический Пэкмани. Я в него особо не играл, но это как единственная альтернатива, как бы. И интересно, на самом деле, какой он вообще. И ещё там Adventure Pac-Man 2, как-то просто Adventures of Pac-Man. Как Point and Click, там, где просто нажимаешь, и всякие катсцены происходят. Это не считается, я считаю. А из нормальных таких только есть вот именно мисс Пэкман. И я понял, что она крутая, потому что я даже аркадный вариант запустил. Там нету буста, там нельзя ускоряться. И оно от этого не так динамично, не так прикольно. А в Сеевском и больше вариантов лабиринтов, и сложность можно выбирать, и, ну, ускоряться, но при этом управление вообще не работает. Такая, как компромисс. Но когда я играл по-нормальному через RetroArc, то управления вообще никаких, вообще, глюков не было. То есть это чисто из-за сборников. Я попробую сейчас ещё на своей старой приставке, может, её запустить, потому что, я помню, на ней вроде не так глючило. Но в целом просто невозможно управлять вот это Z, Y. Оно кажется, что привыкнешь, но на самом деле нет. И плюс у бортов, когда стены с двух сторон, оно не работает. То есть она и стрелками, и всеми этими. Я иногда зажимал XYZ и моду, и стрелками пытался двигаться, но она вот так то вверх, то вниз одновременно пыталась идти, сглючила, и это вообще так нереально играть. Я надеялся, что смогу обновить, спасти, но не получалось. Ну а сейчас буду проверять эти, в общем. Такой вот апдейт. Незапланированный, но успешный, в общем-то. Кул трансишн. Окей, проверяю первый сборник. Ну, точнее, не первый. Короче, начну со сборника, потому что... Мне, собственно, в нём больше всего хочется поиграть. Тут некоторые... О, а это какой? А, Бэтмен Робм. Почему-то... А, это типа Робин. Только не хватило символов. Вау, мне интересно, кстати, Форевер. Он, ну, он как бы самый из них тяжёлый, по сути. И навсегда. Да, Форевер, это он. Эклейм. Он просто, ну, он такой как бы прокачанный, и я не знал, что он на сборниках вообще помещается даже, как бы. Да. Да. We'll play. Я недавно его почти прошёл, так. Я за Робина, как ни странно, нравится. Тут, короче, газовый надо выбирать сейчас. Выбор оружия. Классная игра, кстати. Она такая, как бы, немного смешная. Так, вот этот дымовой шар нет. Электрощит. О, дрочки, да. И, о, газ нормально. Это, короче, на самом деле, выбор специальных движений. Вот, я дрочек только что кинул. Теперь вниз, С. Окей, обвис ли оно работает. Псих Джейк. Кстати, музыка тут вообще идеальная. В смысле, очень странная. Нерд жаловался на то, что тут неудобное управление, но я не согласен. Окей, у меня уже была эта игра. Я недавно анбоксинг её отдельный делал, поэтому на ней задерживаться не хочется. Просто мне было либо... Вау, я нажал Reset, и она переключилась на Comic-Zone само. И сейчас вспомнил, что у меня, по-моему, на русском не было. У меня в детстве была на русском, короче. Потом я нашёл на низком специальный отдельный картель. О, так она на низком. Потому что я знаю, что русская версия существует. О, да, Нью-Йорк, наше время. Дай смотан, да. Точно. Так, я хочу его схватить и бросить. Вот так, вот так. И вот так, да. Нет. Ой, я икс нажал, как в Бэтмене. Так, я забыл, как всё делать. А, тут Бэйта прыжок, окей. Не хочется позориться в этой игре. А чё оно так не переключилось и не дало возможность выбрать? О, вот так. Это я, видно, Reset нажал несколько раз. Comic-Zone. Ninja Turtle Return. О, вот это... Я не знаю, что это. Кстати, хорошо, что они объяснили честно, что это Fighter. А вот это какая-то другая. По-моему, тот, который Beat'em'up, не? А, Hyperstone Heist. Это оно всё-таки. Да, это чисто самый стандартный. Да. Я осознаю сейчас, что это, на самом деле, одна из первых игр, которую я вообще в жизни видел. Я же раскладывал обе. Сейчас там, да. Да, это чисто классический. Мне, кстати, не нравится в ней в плане физики, что тут, короче, можно сквозь врагов проходить. И что C это бег. Очень неудобно. Не вперёд-вперёд, а именно вообще как третья кнопка, которая далеко от всего. И, допустим, чтобы сделать удар с разбега на C, а потом A нажимать. Это очень далеко, как B это прыжок. Ну, чисто вот как управление не сильно мне в ней нравится, хоть и она такая стильная. Окей. Это у меня тоже есть, просто теперь на русском тоже есть. Это, в принципе, опять... Короче, если зажимаешь ресет, то он по-любому комик-зону выбирает. Этот Turtle Fighter у меня есть, Терминатор. Так, я вот этот, вот этот я больше всего хотел проверить, перед тем, как я перейду к Бэтмену, ради которого я эту сборнику... Оу, столько текстов. Я реально только из выпуска Внёрда знаю эту песню. О, тут хоть на двух игроков можно. Хотя она сейчас на самом деле очень громкая. Это на записи всегда тихо, потому что микрофон в эту сторону. Оу, тут можно управление тип А. А, окей. Подожди, а как? О, спецудар, атака, прыжок. Вау, да, это вообще-то идеально. Окей. Эээ, можно сейчас всякие звуки. Мне надо крики всякие. Окей, ладно. О, это точно, это хорошее, это, блин, классное, это бит-эмап, как бы. Что ещё надо? Шесть тысяч лет назад на филологическое чувство, известно, как... Что он... Амёба. Правила мира. Окей. I don't care. Ого. Стилизованный шрифт. That's cool. Так, я, по-моему, я за жёлтого как-то странно играю всегда. За жёлтую. Ой, розовая. Не знаю, мне что-то жёлтое нравится. Я про Power Rangers тупо ничего не знаю, кроме этой игры, кстати. О, я начинаю вспоминать. Так, это про... Ого, а, да-да-да, тут вот так. Ещё если А, это как суперудар, ага. Ой, тут... Ой, сейчас вспомнил, вот, из-за того, как тут бросание врагов, про игру, которую я ещё ищу, собственно. Спайдер-Мэн, Наксио, Инкарнаж. Найс. По-моему, чтобы оружие использовать, надо нажать С, Б, или вперёд-перёд, А, или что-то такое. Прикольно, кстати, достаточно... Я забыл, просто, какая тут физика, и оно достаточно-таки удобно, то есть, тут всё интуитивно. Вау. Это, короче, вперёд-перёд прыжок-вдар. Найс. Слизер... У него имя какое-то такое классное. Слизермен. А вот эти вот... Мирняки, короче, они... Интересно... А, тут ещё и комбы. Их нужно освобождать, как в Голден-Аксе, типа там, ну... Путы-разрезатели, типа того. Я, на самом деле, не уверен, что это, как бы, та игра. Но, по-моему, на Сеге всего две есть. Одна как файтинг, а другая... Вот эта. Надо вспомнить, просто, как оружие бить. О, вот это хороший удар, кстати. Вперёд-перёд-бэ. Дэм, неплохая игра. Классно, кстати, и фон так скролирует. А ну, они, кстати, напоминают больше всего эту... Сейлор Мун, как иностранно, на Сеге Бит-эмап. Он именно с такой физикой, реально. Найс. Тут можно, типа, не кидать, а как... Вообще, странно, что надо бить по монетам, чтобы подбирать их. Кстати, нет, похоже, что нельзя... Бывают некоторые игры, когда схватил, и просто удар нажимаешь, а не сторону и удар, то... Я не хочу даже их кидать, я хочу больше им урона нанести. А ну, не, тут обычную, да. Вниз, вверх, может, СЕ, если... А ну, если схватите... А! Рызь почти закончилась. Сейчас Босс, наверное. Да. Сами идут. Воу! Я не смог двигаться. Я парализован сейчас. Ого! И это конец уровня. Неплохо так, типа, показали, как... Что будет дальше. Ой, на самом деле, рад у меня именно этой версии. Хоть оно и на русском, но, в принципе, не важно. Джон Амёба. Окей. Запомнил такой, как город будет сейчас. О, тут можно даже выбирать. Туда надо выбирать. Ой, чёрный, прикольно. А вот это. Естественно, только этими. Не, это не то, что я помню. Я помню... Я на каком... Ну, я доходил до какого-то уровня, и там как... Такой, как закат. Оу! С машиной, ого. А, вот это, собственно, то, что отличается. Это вот это вот оружие специально. Бросать, на самом деле, не прикольно. Трудно не бросать. А, я не успел вверх нажать. Прикольно, что между уровнями можно менять персонажей. И я такого не знал, что бывает. Да, немного как бы базово так. Или я не нашёл ещё все управления. Все приёмы. О, достаточно сильно повреждает. По качеству движений больше напоминает Street of Rage первый, чем второй. Я хочу дойти до следующего уровня, там где прикольный фон. Там где вначале такое, как стоянка, далеко видно фон. Ну, тут тоже красиво, но... Я надеюсь, враги поменяются вообще-то, потому что это не очень интересно. И, кстати, они меня не особо даже повреждают. This is fun. Если бы они хотя бы отличались визуально, может, поменяете врагов всё-таки? Выглядит весело, но на самом деле нет. А, у меня двухслойный лайфбар получается. Это как три жизни, три слоя жизни было. Потому что я не мог понять, почему там с одной стороны цвет другой. Go, go, Ninja! Power Rangers! Тут просто на этом же сборнике Ninja Turtles. Простительно. Там и то отличались ниндзи по цвету хотя бы. И роботы на некоторых уровнях были. А тут что-то вообще, честно говоря. Разнообразие. К моему, один из рейнджеров был лучником. Но это не в этой вообще игре. Это я, наверное, путаю с Эвенджерами, как ни странно. Потому что на сейфе, да, есть Капитан Америка и Мстители. Ещё до того, как это стало мейнстримом. Ну да. Как бы продолжить. О, а ну за синего пойду. Хочу, чтобы этот уровень закончился. Тогда могу переключиться на другую игру. Потому что... This is not fun. Кажется, реально имеет значение, какие враги. Потому что, когда они все одинаковые, то кажется, что с игрой что-то не так. На некоторых прототипах просто бывает такое, что... Не успели, типа, разные спрайты нарисовать там. Да, Спайдермен, конечно, интересней. Даже я не со Стреца Фрейс уже сравниваю, а с максимум Карнажами всякими. О. Уже даже не хочется до следующего уровня находить, честное слово. Я вот сейчас вот это записываю и... Думаю о том, что... Надо не записывать. И думаю о том, что я, наверное, последний раз в это играю. Потому что реально что-то слишком однообразно. Я не помню, чтобы оно было настолько... Простое. Надо будет проверить. О, всё, наконец-то. What a slog. Окей, вот следующий уровень, это то, ради чего я играл в это всё. Окей, I don't care. Оу, тут надо выбирать. О, я за птицу, по-моему, играл. Это как мы сейчас увеличиваемся в робота, превращаемся и сражаемся в городе, насколько я помню. Именно в смысле вот так вот, как гиганты. Да, вот это прикольно. Это даже лучше, чем вся основная игра. Ого, у него столько приёмов при этом. Ого, я не успел представить. Ого, я не успел представить. Это прям реально круче, чем вся игра. Они, как слышали мои просьбы о том, чтобы разнообразнее сделать игру. О, ещё один босс. Или это теперь враги такие все? О, это я, это я сделал. О, круто. Тут можно хватать врагов. Ага, вот, цешка, по-моему. Я когда пытаюсь прыгнуть над ними, то оно их хватает как раз. Ага, мне задело в воздухе тоже. Я вспомнил, что я всегда именно птицей играл тут. Оно как-то так, как будто больше свободы. Бросать классно. О, цешка это ещё и блок, по-моему. Ты шо? Тут надо было всю игру такую сделать, реально. Хотя я всё равно хочу, чтобы пройти это и увидеть тот уровень, который я хотел. Который я всегда как бы помню из этой игры, потому что я на нём остановился и дальше не играл. Так классно, когда ты идёшь, а врага отходит с той же скоростью. Ты ничего не можешь сделать. Так, всё. Пора заканчивать. Он там, небось, пассирует внутри робота. Это ж как машины большие, или они в них превращаются по сюжету, интересно. Я взялся, я ввязался это. Я не думал, что будет так трудно, сказал Джеки. Сейчас не до шуток, ответила Айша. Адам добавил. Помнишь, как всё это началось? Вот это, вот это, мне кажется, будет тот уровень, который я помню. Don't make me choose. А белый есть? Бесцветный. Ну, это не тот уровень. Я, значит, дальше дошёл к тебе, я помню. О, этот я немного помню, кстати. Линирный зомб. Сейчас все враги, да, такие будут? Окей. Тогда выключаю, потому что я не могу этого выдержать больше. Sega. Мне надо проверить ещё 10 игр, блин. Так, Terminator, ага, этот не буду. Вот это, короче, да, это всё-таки оно, но оно оказалось однообразнее, чем я думал. Потом это те, те черепашки, то те есть, остаются только из новых. Вот Batman Returns, кстати. Я всегда, когда его запускал, он, как мне, оказался слишком мрачным. То есть, именно, в смысле, буквально чёрным. В нём ничего не видно, вот что происходит. Вот я обычно просто старт. И, как бы, вот, чёрный экран. Ну, город сам. Тут всё такое блёклое. А, ну, чуть-чуть больше цвета, конечно, на приставке. Музыка. Оно, как бы, смешно. Так, это вверх С. Потом вот это сюда, и теперь вниз. Да уж, оно такое немного странное. Так, окей. Хотя, говорят, что оно, ну, как бы, считается более-менее неплохой. Так, как тут летать? По-моему, С, если держать. Или вверх. А, тут надо цепляться за... Помню, оно такое какое-то, вот, глупое. Вот, из этих всех Бэтменов, этот, он наиболее, такой, какой-то, ну, как, безалаберный. В тём смысле, что тут, куда хочешь, туда идёшь, как бы, всё тебя повреждает. То есть, оно, как, ну, как, по-ленивому сделано. Геймдизайна нету, как бы. Его хоть повреждают. Я нажал, когда А, то он А, он этой, короче, вот этой Бэтбумеранг. Ага, то есть, всего один раз можно вот этой штукой зацепиться в полёте, и потом вот так. Ага, интересно. Окей, в принципе, к этому можно привыкнуть. Немного напоминает Spider-Man Animated Series. Именно тем, что тут анимация плохая, и тем, что непонятно, как тут бить. Тупо исчез, прям, как в фильме. Окей, этот, короче, из всех Бэтменов, мне, наверное, меньше всего нравится. Мне, наверное, так скоро перестанет нравиться эта вступление. Так, вот Revenge of the Joker, это самое классное. А вот Бэтмен и Робин, мне её реально так советовали все. Вот продавец у нас, который тут ещё есть, он говорит, что... Нет, это не продавец, по-моему, тот, который мне как раз приставку продал. Он говорит, что вот это, это у него одна из любимых игр, которые он, как бы, уже сейчас обнаружил. И, как бы, ну, без ностальгии она ему нравится, именно как экран. Потому что она реально, типа, впечатляющая. Не знаю, почему, но мне всегда Заробина хочется её. Ну, естественно, да, вот это классно смотрится. Она такая объёмная всё. До рождения меня. Так, как тут? Ага. И вот, вот она такая, вот вся такая гладкая, такая трёхмерная. Сейчас ещё, вон, тут чисто трёхмерный эти, даже вот фон, видишь, улицы двигаются. А, тут нельзя даже обратно бежать. Вот это вот одна из причин, почему она мне не нравится. Это, то есть, экшен, как бы, чисто такое, знаешь, вот, хоть бегай, стреляй, что называется. По-моему, даже приседать нельзя. Не, ну, можно, ну. Странно. Вот мне, например, нравится Шиноби вообще все. Shadow Dancer и прочее. И игры такого типа, там, типа Rolling Thunder. И Валис там. Но вот это, это якобы то же самое. И оно лучше, да, вот по графике, по всём таком. Но мне вот оно, вот, как не моё. Оно как слишком крутое, как бы, уже как не Sega. Хотя, ну, многие любят, во всяких спорах, типа, там, Nintendo лучше, чем Sega или нет. Ну, Super Nintendo. Эту игру показывать и говорить, что-то вот, тут такие эффекты, такое всё трёхмерное. Ну, как бы, и что? А, тут можно зажимать атаку. Не знаю, мне как-то вот... Я не вижу прикола в ней. Ага, Бэшка, Бэ-Бэ, это удар ногой. Ну, типа, трудно попадать. Ага, вниз, вверх, вниз, Бэ. Это вот, чтобы бить по тому, что рядом. Потому что иначе, с труднее попадать. Типа, я плохо играю, не исключено. А, ага. Пант, вот, мне, наверное, сюда. Жизнь потерялась, я даже не заметил. Да, мне явно сюда. Сейчас он забежит. О, это же какой-то из злодеев известных, наверное. А, нет. Показалось. А, я сейчас пытаюсь понять. Бэтмен и Робин, именно фильм был такой? По-моему, был. Там, как... Есть Бэтмен... Ээээ... А вот это, каким-то образом, мне больше нравится. Я сейчас объясню, попытаюсь, почему. Такое, как в Спайдермэне, такая еще вот. Ну, я же говорю. Основная причина, потому что она, ну, рано сделана была. Восемьдесят девятый, я надеюсь. Ну, или девяностый максимум. Игры, сделанные в девяностом, сильно отличаются даже от тех, что в девяносто первом. Это как разные, вообще, вот уже технологии. Так, а ну... А, девяносто второй. Сансофт. О, тогда понятно. Как бы моя любимая компания. Хотя нет, сансофт это, по сути, паблишеры. Айрош делали Игуана Софтвер. Хотя, они же все равно... Так, удар, прыжок, огонь. Не совсем. Наверное, лучше поменять на... Прыжок, удар, огонь. Вот так. А, вот тут пароли даже есть. Круто. Даже вот какая-то минималистичность вот этого. Тут все такое на весь экран. О, все. Тут... Ау. Сейчас, как? А, вот, ага. Тут оно как поворап. Вот, опять же, оно немного... Сейчас, эти ловушки. Вот это вот. Вот тут, допустим, вот насколько близко, как бы, ловушки друг к другу. И нужно вот именно по миллиметру проходить очень осторожно. Именно как на Комодоре, на The X-Spectrum играх. И тут на каждом, как бы, сантиметре игры, на каждом блоке что-то происходит. Ну, не в том смысле, что куча всяких взрывов там и прочее. А в том смысле, что каждый объект находится там, где он находится. Здесь нанеснулся. China. Там, там сверху будет сейчас враг. Я даже как-то... О, это допускает. Ага. Дальше сейчас дохожу, чем... Так, а чё он рукой не бьёт? Так, XY. Это он сам позирует. Он только ногой бьёт. Он просто либо... А, так, по-моему, патоны бесконечны. Оп. А то я переживаю постоянно о том, что... Ну, просто в двух других играх они не бесконечны, поэтому... О, тут прикольно. Тут, да, гаргуль, короче. И они... Не случайны. Да, они стреляют. На NES есть эта же игра, и она вот именно точно такая же. То есть даже вот... Ну, визуально похожа. О, в самое начало. О, тут можно выбирать. А ну, C, B, N, и всё. Жизнь? Окей. Ну, вот мне такие игры просто больше нравятся, где... Компактно всё, где очень так именно... Ну, не насыщенно, а наполненно. О, прикольно. Этот всё равно улучшил оружие. И как-то вот даже вот реально атмосфернее выглядит всё. И замок сразу прикольный. И гаргули всякие. Готичная атмосфера. Потому что в том же Batman Returns там такой обычный какой-то город. Ни на что не похожий. О, вот это, кстати, достаточно полезный удар. Я подкат случайно делаю. Я хочу присесть и ударить ногой, но он вместо этого подкатывается. Я забываю об этом. Но оно вроде как тоже помогает. О, вперёд удар. Угу. Так вот, я не помню, кстати, как этих гаргули вообще побеждать. Ну, опять восстановился бонус. Они собираются вообще оживать? Поним? Надо... Тю! Опять там же. Они непобедимые какие-то. Или им действительно столько патронов нужно тратить на них. А это вот, кстати, сейчас много надо тратить. Так, а ну. Если сейчас вот тут вот, допустим, выбрать... Эээ... Си. О, круто, тратить на них. Двойная С ничего не даёт, окей. Классно, кстати, что ярко так, потому что когда на эмуляторе, то она немного не так мутус-клеит. Да, похоже, их просто надолго стреляют. Вау. А если подпрыгнуть и ударить? Нет. Поэтому я тройной хотел. Подкат... О, опять... Надо, значит, не слепо все коробки брать явно. Я, пожалуй, ставлю это оружие. Да, подкатан самый мощный, кстати. Вот эти, короче, вообще не буду брать. Либо выберу. Я хотел присесть и ударить, но... А ну, если я сейчас... Вот эту разобью. Опять же, я всё время... Ага, вот, ну вот это уже неплохо. Да, мне кажется, если... Если как бы суммируется атака... Да, но это повреждает. Наверное, миллион раз надо выстрелить. Я там, кажется, говорил, что мне эта игра нравится больше, чем все остальные Бэтмены. Оно просто вообще ничего не даёт. Может, надо... О, дорога есть. А если... Они просто как стена. Спозь них нельзя пройти. Их нельзя повредить. А как тогда? А что за С? О, С, кстати, мощнее. О, надо С-шку тогда держать. Да, мне кажется, С это как базука, считай. Блин, круто. Она на приставке очень ярко выглядит, потому что... Да. Вау, блин, этот очень мощный. Надо сейчас, короче, ни один ящик не разбивать. Вау. С одного удара. Да, мне явно нужно быть с этим оружием. Так, это С, если что. Запоминать. Найс. Мне нужно здоровье. Я немного хочу шить. Вот тут, например, было сердце. Найс. А ну, вот теперь я точно смогу. Так, ну вот я стреляю самым мощным оружием. Оно убивает с одного удара всех. Почему-то в таком случае оно... А может, надо просто подкат делать? Нет. О. Когда оно оживает, мне оно нужно стрелять. Вау. Все. Я разобрался. Круто. С. Подкат. О, или... А, точно. Их просто надо бить. Они вообще легкие. Тю, круто. О, это что ли босс? Дирижабль. Так он сейчас на него прыгнет? Вау. Мне эта игра все больше нравится. О, да, дирижабль. Так, мне надо за ним идти. Окей. Все, еще сложная игра. На ней висеть нельзя. Ага. Вау, блин, это сложно. Тут все очень компактно. То есть... О, ПЦ-шка. А, по нему надо стрелять, наверное. А он вверх умеет стрелять, интересно? Я забыл, что это может быть враг, к тому же. О, да, можно вверх стрелять. Я это не знал. До сейчас. По окнам, да, наверное? О, да. Повреждаются. А, не. Какие на ОЦ-шку сейчас выбить? ПЦ. Так, и теперь... Не. Не, наверное, пока нельзя. Надо, наверное, просто дойти дальше немного. А, и что-то не то подобрал. А, не, нормально. Сэ. Тут, наверное, просто выжить надо. Предпочел, конечно, чтобы он повреждался, но... Да, это просто скролирующий уровень. Все равно... Блин, мне нравится механика, как бы, корневая в этой игре. Основная. А, недостаточно низко присел. О, жизнь, жизнь, жизнь. Блин. Блин, оно прям как NES-овские игры. А, чуть-чуть не добежал, да? Надеюсь, там здоровье было. Хотя в ящиках режу здоровье, чем во врагах. Мощный. Надо беречь, короче, здоровье. Долго. И тут... Пожалуй, возьму другое что-то. О, ну вот это нормально, в принципе. Хоть оно и не мощное, но... О, нормально. Хотя, я бы предпочел C-шку. Я даже не успел выбрать. Опять подкат, случайно. О, C-шка выбралась. Жизнь. Жизнь. Ой, звук немного как в этом. Как в... Вроде в аэро такое было. Не могу помнить точно, но... Ау. Жизнь. Блин. Сейчас до коробок главное дойти. Как он так самонаводящно попадает? C-шка. Всё, C-шка. О, есть. Я дошёл до сюда, может теперь... О, всё. Это я типа его догнал. Сейчас я буду внутри держа, блин, наверное. Сложно, знаешь ли. Пэтнен против. Какого-то непонятного. Ам. Ох, я рад, что у меня самое мощное оружие. Оу. Ау. Подкат надо не забывать делать. По ним нельзя ногами бить. Или я не смог, по крайней мере. А чё у меня здоровье бесконечное? Или... А, вон жизнь. А, вон, внизу 37 тысяч. А чё? Ого. Вау. Тут отдельное здоровье для боссов. Это необычно. Подкаты, кстати, его повреждают достаточно хорошо, по-моему. Или нет? Не успеваю посмотреть. А ну. О, да нормально, кстати. По тысяче. Вот это значит подкатываться чаще. Ааа. Как так быстро? Вроде было много здоровья. Наверное, оно меня тоже повреждает. Или я просто не заметил. Странно, что у меня до сих пор жизни ещё есть. Восемь тысяч у него с... Восемь тысяч там, а у него с... Сорок. Мм. Тут стрелять почти нет смысла, кстати. И... Под ними подсаживаться нет смысла. 20-20, блин. Он как бы гораздо-гораздо сильнее повреждает. В очередной раз, почему мне боссы не нравятся в играх. Вот поэтому. Ау. Дэммит. Вот это когда... И вот эти штуки, а по ним никак не... То есть, у него удар это вот такой вот удар ногой неудобный. По тысяче сносит. А я по стол. Вот почему у него в два раза меньше здоровья. Да уж. Я тут, понятно, одного удара никогда не могу уклониться. Вот что бы он ни сделал, как бы окей. Как бы всё, гейм овер. Надеюсь, не с самого начала дирижаблю. Надейся. О, я зато могу сейчас выбрать оружие. О, тут оказывается... А, и тут даже... Ух ты. Я так понимаю, пароль 7822. Для уровня. Ну, если я сейчас введу его. Test 1-2. Найс. Блин, я всё равно рад, что у меня... Если это Бэтмен именно, я в него всегда хотел на приставке поиграть. И... Тут параллельно ещё все Бэтмены. Круто. Это прям три игры по цене, собственно, трёх игр. Пароль. Так, 7720. Я уже забыл. Нет, я неправильно пил. Там было как-то по-другому. Ну, камера записала, я посмотрю потом. Видео просто сильно огромное. Я уже... Ну, я... Надо разбить на несколько кусков. Так, этого проверил, этого проверил, этого проверил, проверил. И всё, собственно, все игры. Ну, кроме вот этих двух, но они у меня есть. И как бы мне даже неинтересно. Поэтому будем считать, что этот картридж супер успешно работает. Ещё две игры, но я их потом запишу, в общем. Alright, unboxing день второй. Точнее, прошло, на самом деле, по-моему, два дня. Ну, позавчера я, короче, записал тот выпуск. Причём я записал его сразу, когда пришёл с вот этой вот поездки к Сидоровичу. Я его называю Сидорович, хотя он, на самом деле, по-моему, то ли Степаныч, то ли что-то такое. Папа говорит Степаныч, но я на самом деле не уверен. И как бы я приехал, я перед этим уже не спал. Вот я тогда проснулся в 8 вечера, потом не спал всю ночь, потом поехал в час, потом приехал часа в 3, вот это всё записал. Потом мы ещё в бильярд записали, и потом... Короче, я уже не в состоянии был следующей все эти игры, и как бы поэтому такое. Ну, сейчас я тоже вообще-то, я вчера в 10 проснулся вечера, всю ночь не спал, а сейчас час. И как бы, ну ладно, это в принципе не относится, просто как бы только сейчас получается записать это всё. Окей, следующая игра, очень трудное у неё название, Феривас Прустар... Пикапау, короче, это, я так понимаю, этот, как его, ну вот этот, ну... Вуди Вудпекер, короче, который, ну, смеётся, в общем, характерно. Опять же, да, новая игра, ну, то есть я не знаю, какая она будет. Так, ну, наверное, не так поставил, потому что я тоже пришлось коробку снять, она не подошла. Вообще, я даже не проверил, но, по-моему, она не подходит. Я как-то сразу так допустил, что... Не, по-моему, не подошла, окей. Эту я увидел, сразу захотелось, уже даже за то, что она платформер. Так. Может, я не той стороной ставлю, кстати? Тут просто... Обычно, как бы, та сторона, это та, на которой чип. Ну, лицевая сторона с чипом. Не, не влазит с коробкой. Хей, каман. Она работала, я видел, у них она работала... А, ну, если на пал переключить. Кстати, да, возможно, потому что это бразильская игра, и она может... Не, это не пал, это я вообще выбрал язык. Вот это, вот сейчас, может, моргать будет, но зато запустится, как бы. Блин, а чё... Как это может быть? В смысле, у меня же приставка, она, как бы, более крутая, чем те, которые у них. У них там пиратская была, и она запустилась у них. Вот, блин. Только сказал о том, что это не проверка карты J, а летсплей. А по факту проверка. Вот так, а ну, на это СС, и немного вытащить. И... Главное, вот это он пишет. Это обычный показатель. Став. Может, из-за того, что это, типа, как пиратская игра, она не совсем... Ну, не работает на некоторых моделях, у меня же, типа, третья модель. Но вообще, он у меня модифицирован, у меня же разные регионы, и должны все запускаться игры, по идее. Так, надо положить его в другую коробку, может, или... Это вообще обидно, вообще-то, если она не заработает, потому что... В эту мне больше всего из них хотелось поиграть, потому что, как бы, новый платформер такой, о котором ничего не известно, и такой, вроде как, достаточно прикольный. Так... Оу! Оу! Холли шель! Я такого никогда не видел. Это... Это я, короче, оба рычага вниз поставил, но... Так прикольно замигало. А чё? А ну, старт! Вау! Ресет! А ну, я подожду немного. По-моему, оно каждый раз так делает. Это он не может что-то загрузить. Наверное, реально из-за того, что у меня лицензионный... Ну, нет, ну, пираты же не делают для пиратских приставок игры. Ммм... Или делаю. Блин. Окей, я тогда пока... Выключу, переподключу ту вторую приставку и посмотрю с неё. Ну, вряд ли. Мало ли. Ну, вот подключил обе сайд-бай-сайд, как бы. Сейчас проверю. Так непривычно уже. Это, конечно, вот реально я... Эээ... На эту уже, ну, не возвращаюсь к ней. Уже только с этой всё записываю. Оу! Вау! Заработало! Внезапно! Только сигнал такой... Глюч. Ну, это всегда так было. Вау! Тут ещё... Эээ... Джойстик... Глючил, я так помню. Старт. Вау! И всё работает! Я в шоке! Ха! Я не ожидал, что на старой приставке может что-то отличаться. Эээ... Оп! Сос. Дификул...даде. Дифисиль. Эээ... Фасиль. Фасиль. Соммузика. Окей, I don't care, actually. Эээ... Старт, короче. Вау! Мне нравится такой стиль. Такой, именно, ну, как бы, простой. Вот такое видишь, и хочется тоже попробовать что-то в подобном стиле нарисовать, блин. Тем более, она сиявская. Ох! Они исчезли. Он должен судивиться. Эээ... 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 Я не знаю, что тут может быть сказано. Ну, наверное, кто-то кого-то типа похитил. И надо... И выкуп требует, или что-то такое. Я в основном рад, что он работает. И удивлён, почему. О! Ага! То есть... Может... И... Вау! Он так сильно прыгает. Ага! То есть, когда ты вот это делаешь, то ты как бы... Там слева очки, главное, показаны. Я не могу понять, от чего они зависят. Окей. Прыгает он, короче... То есть, если вот... Если в одну сторону прыгнуть, то он уже в воздухе не двигается, короче. И... Сила прыжка зависит от того, как... Ну, не сила, а дальность. Ага! Вперёд-вперёд! Это бег. Короче говоря, управление немного сломанное. Когда бешку зажимаешь, то можно в любую сторону потом вращать, и он тоже неподвижным становится. Это интересно. Хочу... О! Три очка, реально, сдаётся. Вау! Я... Эээ... Как-то так... Автоматически, ну... Ждал, что... А! Будет стрелять, но нет. Может, не сразу. Честно говоря, вот так вот вплотную бить не так удобно, как стрелять. То есть, если бы хотя бы, ну, с небольшого расстояния было бы немного интереснее. Ух ты, тут даже анимация возле края. При том, что... Блин, управление всё равно сломано. О! Ап! Блин, прикольно. Ап! Тут, конечно, вот всё как мне не нравится, когда вот повреждает всё, как-то так еле-еле, и ты мигаешь, и оно так, и управление очень сломанное. Но мне нравится... Эээ... В этом весь прикол, типа, о том, что... Обзорщики, как-бы, только поверхностно про игры рассказывают. Эээ... Это чекпоинт, ага. Блин, тут прыжки, это самое сложное, реально. А, он... Ммм... Я что-то надеялся, что он не так сильно откинет. Блин, я не знаю, чё, но мне в ней что-то нравится. Она... Сильно неудобная и сломанная, но... Шарм есть, так оно. Сейчас, после того, как оно начнётся опускаться. Поздно... Тихо... Хотел долететь. Пауза. Хе-хе. Чисто такими английскими буквами. Эээ... Опять ноль очков, главное, интересно. Может, я смогу стрельнуть? Нет. Тут просто надо прыгнуть тогда, когда он прячется как раз. Или же встать сбоку и начать по нём стрелять сразу, или бить. А, вот, я могу прям в полёте начинать. О, хорошо. Заранее спланировать... А, мне, типа, здоровья не нужно, да? Он не подбирает. Эээ... Ну, короче говоря, длина прыжка фиксированная, по сути. Ааа... Не допрыгнул. И высота тоже. Как оказалось. Вот так. Да. Оу-оу-оу-оу. Это, интересно, его повредило, или это просто такое... Блин, он так далеко прыгает. Ага. Так, сейчас надо чуть-чуть... И потом... И вот так. Нет, это была анимация просто. Блин, очень неудобно прыгать. Так, ну, сейчас как только он спрятится, я прыгну и потом сразу начну... О, вот. Неплохо. Эта инерция ещё такая... Мне, честно говоря, даже иногда нравятся игры, в которых... Ну, ты знаешь, что в них не идеально всё. Вот как молодой Indiana Jones, там тоже неудобно бегать, прыгать, очень так всё... Ну, то есть, именно научиться играть в неё тяжело, но потом, когда ты, ну... Переступаешь лишь вот эту изначальную, как бы, барьер, то потом игра открывается по-новому. И самые простые вещи ощущаются достижением. Оу, воу, воу, это босс! А как... Я, главное, не победим, когда я так его, ну, атакую. Вау, это очень интересно будет, если так и нужно его побеждать. Наверное, мне надо немного быть в стороне от него. Или я должен... А, вот так, я должен его толкать желудями, наверное. Или нет. Ага. Странно. А, нет, наверное, просто внутри у него нет хитбокса и надо, как бы, со стороны нападать. А, или в спину. Да, наверное, в спину, типа, клевать. С разбега смешно очень, потому что он автоматически меняет направление атаки. Блин, если я не победим во время атаки, то очень тоже имбаланс как бы. Не сбалансирован. Как будем попасть? Окей, я тогда попробую сейчас. Вот этим, да, а теперь вот этим. А, может, надо только желудями. Ага. О, всё. Хотел шапку подобрать. Ага, вот, выпустили. О, окей, я первого заложника освободил, я так понимаю. О, пикапао. Обри... А, это, наверное, как, спасибо. Я так бы хотел знать, как это всё произносится, и, небось, неправильно читать. Что? Короче, как бы, что я пытаюсь... О, он что-то дал, это, наверное, оружие. О, я надеюсь, у меня теперь появилась возможность фаза 2. Блин, прикольно, мне нравится, как, скажешь, шрифт, стиль. Я надеялся, у меня получится появится этот. Типа, если... А, нажать... О, тут мыша, я даже не думал, что она... Да, блин. Окей, а, это как ловушка. Оу. Он автоматически бежит, тут двойное нажатие. А-а-а. Окей. А-а-а, этот ещё, ого. А, он... Я не понимаю, как тут всё работает. Сейчас мыша побежит, смотри, такая... А-а-а, ещё хуже, в лицу чаю мыши. Перепрыгивать тяжело... А-а-а, ещё и эти, блин, всё повреждает, я уже почти проиграл. А перепрыгнуть-то невозможно. Часы... Закрыто. А-а-а... А, нет, это лифт. Окей, главное вовремя нажать всегда эту... Ау. Он как бы либо вперёд прыгает низко, либо вверх и на месте. Как в Another World ещё так. То есть, чтобы перепрыгнуть мышу надо... О, это трамплин. А-а-а, всё равно... А, по лампам нельзя попадать, наверное. Странно всё. То есть, если начинаешь прыгнуть и нажимаешь вперёд, а так вперёд-перёд-перёд-перёд... О, еда. О, круто. Такая, конечно, игра как бы дешёвая, знаешь. Ну, именно видно, что сделали, как бы не... Не знаю, не то, что не профессионалы, но графика местами такая... Аматорски выглядящая. Так, ну я вверх нажимаю, ничего не происходит. Может надо что-то сделать сначала? Ну что? Всё равно повреждает. Через всю комнату. Как это возможно? Окей. Я пытаюсь помнить ещё параллельно, что я знаю вообще об этом мультике и... Понимаю, что мало что знаю. В смысле, я не видел вудпекера. У нас, по-моему, особо не показывали его. Блин. Что я тебе скажу? Том и Джерри лучше. Серьёзно. А, лифт? А, может... А куда? А если я нажму вниз? Не. Да, вот сюда я пришёл. Тут вообще какое-то задание есть. Может... Вот я возвращаюсь, по сути. Я не могу понять, что надо делать и куда идти, потому что... Там как тупик был. Может, то глюк был. О, а тут если вниз нажать? Вот. Он... Про клаксон что-то сказал. О том, что, может, мне надо разбудить вот этого вот персонажа, использовав клаксон. Я пробую все кнопки. В и С вместе. Вверх В, вверх А, вверх старт. Странно. Не так, значит. Всё повреждает. О, а мимейтик пробегать можно? Мне, на самом деле, такое обычно не нравится в играх. Что я тебе скажу? Когда... Вот так вот... Куча неизбежных вот таких вот ловушек. Всё повреждает. И потом медленно. И когда управление сломанное. То есть, некоторым играм я прям не прощаю такого. Но это, поскольку мне любопытно, как бы, что тут надо делать, то... Как-то вот оно терпимо. Вот это вот. Внизор. Если вверх. Ну, надо здесь что-то делать. В таком вот идее. Вот это. Он, как бы, главный такой, как... Сюжетный персонаж. Или просто надо зайти в эту дверь, может... Вниз? Нет. This is weird, man. Но эти двери легко откроют. А вот этот, вот... То, что хоть немного отличается, то уже надо проверять. Вот телевизор, например, почему он здесь? О, свет. Может надо лампы выключить? О! Я попал по... Ух ты! То есть, мышь можно повреждать всё-таки? Или она была спрятана? Я не пойму ничего. О! Это другое место. А, нет. Это начало было такое, точно. Эх, так их всё-таки надо... Ух ты! Так может я должен их повреждать? Притернее, они респаунятся всегда. Так, надо сделать что-то здесь, пока я... А! Не успел. Руку убрал. Чтоб... Пересесть немного. Воду нажимаю, уже не знаю. Этих вообще возможно повреждить? По-моему, они как ловушки. О! А там телефон. Может если... Просто не работают кнопки некоторые. Все, точнее. Пытаюсь нажать вверх и вниз одно время. Уже не знаю. Да, вот таких игр на самом деле на Сиге много. По-моему, Сильвестер и Твити тоже. С неудобным управлением, как бы. О! Ключ! Он был в мыши каким-то образом. А если бы я не догадался, что по ним можно атаковать... Окей, не важно. Главное, что я нашёл выход. Ой. Он что-ли не тут... Он не подходит? Ну, я же... О! А, Б. Вместе. Тю. Я вроде нажимал. А, наверное, надо быть рядом с ним, чтобы... Блин, круто, но я хотя бы знаю, что делать. Вот за это мне нравятся, конечно, новые игры. Вот так вот исследовать. Именно понимать, что нужно сделать. Оно, когда разберёшься, то оно классно, конечно. Такие очевидные вещи, но... Факт. О, по-моему, как раз он тут и будет. О, вот. А, Б. Найс. Он, конечно, всё равно повреждает, но... Типа я его разбудить должен. Вау. Тут открыто. Так, ну трёх ключей должно хватить? Норм. Не зная языка, я ещё и разобрался, что делать. Ну, это, в принципе, платформеры. В них, как бы... Эээ... Даже когда не знаешь, что сделать, их всё равно возможно пройти всегда. Это, как бы, данность. О, есть, открылась! Наконец-то! Сейчас босс, наверное, будет. Да. А и Б не работают. Ам. О! Ашка меняет, короче. Окей. Ам. Я пытаюсь ему что-то АА нажать, но оно не помогает. Он непобедим, что ли? А ну! Вверх. Вверх. А... Может, если... Или... Но. Ау. Да, ему вообще всё равно. Угу. Ну вот мне надо что-то сделать с этой рукой. куда-то там. Она что-то мне пытается, как бы, помочь, но... Или это кто-то там застрял. Ну, как? И его надо повреждать, тем не менее. Может, надо, типа, чтобы он разбегался и врезался. А я потом такой... И... А, или, наверное, со спины надо атаковать. То есть, типа, вот так заманить его, теперь быстро прыгнуть туда. Ну, тут невозможно быстро, вообще-то. Ау. Если это так, то это очень неудобно. Только сюда пойдёт, то я могу сюда переключиться, теперь... Ну, нет, оно вообще нет, без разницы. А может, вот эти вот окна этой платформы? Я на них, по-моему, не пытался запрыгивать. Точнее, блин, на них невозможно запрыгивать. Потому что он сильно далеко прыгает. По-моему, я до этого именно вот так не умирал. Я всё время только в платформы, и это не то. На самом деле, всё ещё рад, что оно вообще запустилось. Старая приставка пригодилась. Ну, представляю, что надо делать. Вот, блин, боссы, да? То они слишком сложные, невозможные. То непонятно, что надо делать вообще. И всё равно сложные, невозможные. Come on. Вот что делать? Вот что делать в таких ситуациях, когда я не знаю, что делать? Не идти сразу в прохождение смотреть. Можно вообще-то. Ну, рука же не случайно тут, ну, как с ней займитесь? А, Б, А, вверх А, вверх Б, вверх С. Кстати, да, с прыжком мыть. Так я уже пытался. С, Б, А, Б, С. Ага. Вниз, вверх. Даже из неё выпрыгнуть нельзя, потому что он в воздухе не перемещается. То есть, вот я прыгаю, и всё, и он тут замирают, как бы там ломается, там один код, другой нивелирует. Ну, он сам ещё повреждается в этой бочке, находясь. Come on. Хоть раз повреди его. Вообще не представляю, как. Как. Ааа... И... Ага, он типа победил. Окей. И что, и всё, и континни нет, наверное. Окей Я хотя бы рад, что она работает Но я не понял, конечно, что с этим боссом делать Но тем не менее, да, это, можно сказать, успех Потому что хотя бы запустилось И прикольная игра, но надо будет узнать, как там дальше И может разобраться, потому что мне нравятся Такие игры исследовать Неизвестные совсем Следующая игра, короче Я их всё время хочу назвать Busy Town Потому что в той игре тоже как бы Как квест оно, но я вообще не знаю, что в этой игре И будет интересно Она не влазит, всё-таки Сильно широкая, коробка, да Такая ещё и сага написана Но я знаю, что она работает То есть это, по сути, даже не проверка А первый запуск игры, о которой я ничего не знаю Что само по себе вообще-то уникально Я осознал вчера, что Как бы не так много игр сеговских Я, ну, не, ну, совсем ничего Я про них не знаю Я хотя бы скриншоты там видел Или читать мог что-то А когда вот так вот покупаешь, не знаю вообще ничего Это круто, это как бы Раньше, ну, я пытаюсь даже вспомнить Было ли когда-нибудь так ещё Ну, по-моему, да Но в детстве я не мог никогда про игры знать Только из книги читать, из паролей И догадываться, какая она будет И потом она часто оказывалась не такой крутой И даже когда видишь, например, платформер Типа там Мулан или Аладдин То Аладдин прикольный, а Мулан не очень Потому что это пиратка А вот это, вот это вообще ничего не знаю Сейчас буду разбираться Первая реакция, так сказать Как вот до Марк Абсолют энтертейнмент О, хотя бы на английском 92, 97, окей То есть И впереди Вот это так прикольно, так странно выглядит Вообще-то Вот эта шапка с дыркой Оно вообще так символично Ого, оно так трёхмерно Классная графика Трёхмерный такой фон Напоминает Билла и Теда, кстати Будущее, когда там показано было He built Zevo Toys into a place where workers dance as they made toys Zevo, странно звучит Я не могу понять, что оно значит His son Leslie learned his father humor, but not responsibility Классный, в общем, мне нравятся шрифты Такое всё стильное Этих Weizenlees напоминает этим Мистер Zevo А, Zevo это его фамилия Learned he was dying before his son began to take life seriously In a desperate gamble he devised a plan to force Leslie to grow up Ого, блин Такое именно в Сеговской игре Такой сюжет сразу тяжёлый He placed his brother, a strict army general, in charge of Zevo toys Уйё Чтоб сын повзрослел Прежде чем отец умрёт Он брата этого сына поставил Хозяином этой фабрики He hoped that when faced with the loss of all that was good and kind Yes Я боюсь скипывать, потому что она может совсем скипнуть Лезли would learn to stand up to the general and save Zevo toys Stand up to the general? Ха As our story begins, Leslie and his cousin Patrick plan to do just that Окей, Patrick это генерал, а Лезли это сын Герой получается Дэвид Крейн Я это слышал имя, кстати, недавно при чём Вау, что-то знакомое Ладно, окей, start Слезли, over here Патрик, is that you? Вау, тут прям такое знаешь, как фильм Yeah, now, listen up The general is... А, это не... Ага Холод auf в контрололом, watching everything that goes on Toy Factory He says Что я хочу сделать, is sneak into the West Bay Door To the Factory And knock out the Elephant Head security cameras Вау For my part, I will supply you with boxes full of helpful good toys Each conveyor will have a different type of toy I'll also scatter gift boxes on the floor Be sure to select the toy that you need most before touching these Столько, блин, правил I'll meet you at the east door when you have taken care of all the security cameras Okay, Roger, Patrick Такое прям все серьезное Генерал, блин, Рафико Red alert, red alert Intruder detected outside factory west bay door Scanners identify Leslie Zevo entering factory Second blip on screen No ID available Maintain contact with first intruder Acknowledged command Activate first And second line camera Defenses Так все серьезно Deploy wind up walking bombs Окей Вау Блин Ну как это, презентейшн Впечатляющий Это что? Оу Ух ты Так тут вид сверху Вау Так, это я, да? Это Leslie Так, а ну, как стрелять? А, я так понимаю, стреляют Не Б Тоже не стреляют С О, ага 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 Даже изометрическая Ага Тут стена Ага Это стена Ага Я думал, она выше О, подарок Или Так, прыгать нельзя Что-то подобрал О Ой, это Это враг Бомба А, это надо было подбирать Блин Странно Она мне какую-то игру напоминает Комодоровскую Не помню, как она называется О, у меня Поменялось оружие А, это Ага Предметы Так, а ну Если А, B Это выбор оружия Мне вот этот Ага Butter Balloons Не бесконечный Этот, по-моему, бесконечный Вау Прикольно Достаточно И необычно И неожиданно Я думал, что это Как головоломка А оно Такое Экшен Типа Так А ну, подарок Сейчас Может Сейчас Rage Car Ха-ха Прикольно Оу Это враги, да? Ага Вот бомбы Да Он же говорил Про них Что-то По ним Трудно попадать Rage Car Пус По ним Невозможно Попадать Я бы сказал Как бы Они же ниже И тут Как бы Надо угадать Где они будут Хотя бы Патроны Бесконечные Вау Тут это Странная игра Вообще Этого Кулспота Напоминает Механикой Тем, что Вид сверху Ха Оно таки Действует А как я Интересно Камеры Увижу Если тут Тут так Призумленно Я бы хотел Конечно Чтобы камера Немного Дальше Была Чтоб Персонаж Был Меньше Блин Бомб Слишком Много Он сказал Нон Камера Ариас Это там Где бомбы Блин Они слишком Далеко Ну Эээ Вот этот Пенатган Он как бы Далеко летит А потом падает А они низко Сильные То есть Надо Издалека Слишком Огромного По ним Целиться Провалился Сквозь землю О О Остались Последний Water Balloon О Это я не Сюда Пошел Удив Эффективно Ходит Смешно Как бы Они Они там мощные Но они летят Слишком Неудобно Облетают Врагов Блин Как Нерд Жалуется Все время Теперь понимаю Как оно Окей Надо искать Камеры Короче Не отвлекаться О Что тут Спиннинг Топ О Круто Этот По низу Бьет Ходит Смешно Вот как оно Так могло Не попасть О Оно ж По земле Вроде Двигается Юла Спиннинг Топ Ау А где жизни А А тут А Пауэр Оно Справа Ага Ух ты Это их Еще и Бесконечно А не Ну по крайней мере Много Да Вон почти Не отнимаются Класс Мне очень Подходит Против бомб Прям лучше И не придумаешь А то машина Она не такая Ну Ой не Не заканчивается Все таки Ну а как Еще Пройти Титул Ух ты Она как будто Самонаводящаясь Странная перспектива В смысле Такое Как сильно Высокий Персонаж И Типа Трехмерность Но Лучше бы Оно было Чисто С видом Сверху Так Wind up Duck Класс А ну да Это же игрушечная фабрика Тут куча разных Игрушек Сейчас Начинаю думать А вдруг Эту игру Сделали Тех Кто Ой Воу Поезд О Блин Смешно Закончились Да Вот это самое бесполезное оружие Конечно Вообще Разбить Возможно Такое впечатление Что Нет Да уж Как-то много Слишком врагов Все Закончилось Танки Вау Как он попадает По мне Я не вижу Его патронов Он что ли Невидимыми Стреляет Их еще Много Там сразу Еще один Их что ли Нельзя разбивать Как Или они Просто сильные Начинаю понимать Почему Эта игра Неизвестная Как О Камера Я думал Что Это действие Но нет Может Если я к ней Подойду То он С ней что-то сделает Блин Ну все Я явно Проиграл Надо Набрать Сейчас Больше оружия И Вау Жестоко Какая странная игра Так Старт Да Да О Так Статус Active Defenders 8-9-8-9 Ага Камера 1-6 Ага Ну То есть Когда я камеру Отключу Она должна будет Что-то написать Наверное Так А ну Сейчас возьму Вот этот подарок Car Хорошо О Еще Ок Race car Наверное Не rage car О Еще Твой Elephant О Это тоже По низу Классно Главное Вот это слон А Твой Elephant Это коробка Должна быть Явно Наоборот Ух ты Блин Он прям Идеальный Он их Как бы Хватает И приманивает И они На него бегут Это явно Против них Оружие Только Блин Они по-моему Бесконечно Спаунятся Откуда-то Ой Это патроны Твой Elephant Становились Так Я жду Когда вот эти цифры Active Defenders Изменятся Но похоже Что нет Не менять А ну Мне кажется Внизу Тут будет Одна из камер О Это поезда Ага Ну поезда Как-то бесконечно Ой Да Бесполезно Атаковать Они Ой Как это произошло А Они стреляют По мне Невидимыми Патронами Блин Чисток Восстановил Патроны Хотя Конечно Ну не О Вот Тут Вот Это Оно Вот Это Мне Надо Тут Active Defenders Вот Это Мне Надо Его Разбить Блин Тут А как Как сделать Так Чтобы О Я С этой Стороны Конвейера Теперь О Я Думал Это Все Взорвется Вау Ух ты Оно их переворачивает Вау Оно мощное Надо Тогда Блин По ним Нереально Попасть Так Надо По Вот этому Сейчас По По тангам Короче Такое Обязательно Что они Вообще Непобедимые Смотри Сколько Патронов Уходит Всех Окей Я Пожалуй Не буду Их Трогать А Сразу Уничтожу Вот Это Вот Они Ничего Не Могут Сделать Здесь Это Люк Может Быть Но Все Равно О Камера 2 5 Это У нее Здоровье Наверное Но Я по ней Так Не попаду Но Я боюсь Двинуться Потому Что Тогда По мне Начнут О Круто У меня Даже Больше А Там Плюсик В конце Значит Что Больше Чем Вот Эта Которая Показывается На Экране А Наверное Танки Это И есть Здоровье Этой Да Вот Она Отнимается Как только Ой Я начинаю Отдвез Да Камера Это И есть Танки То есть У них Общее Здоровье С ними Так Это Прикольно Вот Вот Эти О Перевернулся Ой И Полностью То есть У них Тоже У них Просто Много Здоровья Их Надо Вот Так А О Круто Да То есть Можно Разбить А ну Active Defenders Опять 7 Блин Как Ну Это Не Не Рентабельно Так Сказать Я Больше Трачу Здоровье Чем Получаю Когда С ними Связываюсь Мне Надо Найти Патроны Срочно О Еще Одна Камера Блин Да Блин Они По мне Попадают С самого Конца Экрана А Я Не Могу Даже Под О Вертолет Еще На самом Деле Концептуально Прикольно Но Физика Вообще Не Очень Даже Вот Еще Напоминает Зомби С 8 Майн Эйтборж Тем Что Хитбоксы Очень Маленькие У всего И Попадать Вообще Нереально Вот Как Водный Пистолет Который Не Попадает По зомби Никогда А тут Еще И 8 Сторон И Якобы Трехмерность Такая Надуманная О Есть Достаточно Интересно Они Хотя Когда Не Стреляют То Более Менее Чувствуешь А Нет Они Все Стреляют Не Всегда О Если Короче Сюда Зайду А Нет Это был Хлюк Блин Блин Так Хорошо Было Когда Они По мне Попадали Если Я Видел Их Патроны Хотя Это Было Более Честно Ок Я Пойду Поищу Где Нибудь Патроны Потому Я Вообще Ничего Не Могу Девать Вот Этот Пинад Ган Он Бесполезный Интересная Игра Тем Не 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 О Вообще Я Про Него Первый Раз Вижу Слышу То Есть Обычно Все Только Той Историй В Подобном Стиле О Это Что А Конвейер О Подарок Мне Нужен Той Элфон Пожалуй О Да Тоже Хорошо Тем Немене Я Пойду А Тут Время Интересно Ограничено Блин Летсплей Получился Странная Игра Конечно У этих Можно Хоть Траекторию Предвидеть И тогда Легче О Есть Боулинг 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 Самый Конечно Мощный Интересно А вот эти Вот Восстанавливаются О Когда попадаешь То хорошо Я не знаю Конечно Как с танками Ну не Ну я Пару раз Конечно Умудрился По ним Повреждать Но К ним Не пододвинуться Без Повреждения И Как Иначе Как Он стреляет Это джип Опа Дар Так Я хочу Чтобы у меня Были Элефанты Спиннинг Топ О Тоже Хорошо Юл Надо беречь Крутое Оружие На А На Бостов Так Сказать На Камеры Да Блин Они Стреляют Своими Невидимыми Патронами Через Весь Экран Это Вообще Джисток Посмейся Еще У меня Тут Самый Ресет Нельзя Скипывать Ничего Это Неудобно И тут Меню Нет Это Так Непривычно Интересно Так И Должно Быть Эта Игра Вообще Какая Странная Она Как Бы It Happened Again Что Именно Я надеюсь Тут То же Самое Все А то Если Она Запомнила Что Я Много Раз Проиграл И Потом Издеваться Будет Тут Линейно Все Я так Понимаю Во всех Конвейерах Конкретно О Я Пока Не Буду Брать Патроны Чтобы Потом То есть На Конвейерах Это Виды Оружий А Пожалуй Машины Потрать На Бомбы Они Не Так Слоны Слоны Самонаводящие Если Это Удобно Блин Прикольно Тут Прям Такая Комплексная Система Оружий Разных С Разными Характеристиками И Поведением Прям Интересно Так Еще Патроны Берегу Блин Прям Туда О Это Самое Мощное Надо Будет На Этих На Камеры Потрать Кстати Я могу Теперь Идти Камерам Я думаю Да Со Слоном Пожалуй Пойду Эти Кстати Вот тут Будет Хорошая Идея Взять И Сначала Разбить Вот эти Все Джипы Чтобы Они Потом Не Отвлекали Слонов Потому Что Слоны Самонавлящиеся Они Наводятся На Слонов Вместо Камер Я Все Рассчитал Вот Теперь У меня Опять Слоны Восстановить Вот Как Десять Самых Мощных Оружий Не Смогли Его Даже Ранить Как В таком Случае Вообще Сверху По ним Лучше Все Окей На этом Конвейере Ничего Не Кручится Не Кольная Гра Внезапная Такая Непонятно Откуда Взявшая Он Дальше Даже Чем Сам Кран Встреляет О Круто Вот это Тошенон Найс Вот это Должен попасть Коман О Есть Еее В счет Десять Ну Две О Хорошо Сейчас Та вернется О Класс Я Прям Освобожу Место Танки О Они Теперь А Это Эктив Дефендер То есть Эти Машины Они Как бы Относились К Окей О Смотри Боулинг Сразу Их Повреждает О Так Они Сразу Стали Слабыми О Я Камеру Похоже Разбил О Вот Я К ней Подошел И Тут Мини Игра Ага А По глазам Надо А Прикольно А Че Окей А Это Типа Водный Пистолет А Почему Ага Вон Вода Я Не Понимаю Что Происходит Почему А Вот По Помягающему Можно Попадать А Когда Она Открыта Наверное Заливать Воду Или Когда О Да Да Точно Надо По двум Глазам А Потом По Открытой Камере Блин Неудобно И По Камере О Есть О Хорошо Я понял Наконец О Сейчас Пусти Так Странно О Вроде Готово О Есть Прикольно Мини Гра Даже О Два Подарка Так Надо На Что-то Ценное О Это Патроны Так И На О Элефант Класс У меня их Больше Даже А тут Не Написано Сколько Статус Active Defender О Destroyed Класс Я только Одну Камеру Но Все равно На Satisfying Так Ну Пойдем Следующих Атаковать Я так понимаю Ага Вот это Это Активный Защитник То есть Второй Камеры То есть Все Вот эти Игрушки Которые Не Бомбы Точно Они так И сказали Вначале Типа Вне Камер Ставьте Бомбы А Камеры Охраняйте Типа То есть Она сначала Уничтожит Все Вот эти Прикольно Оно Конечно Быстро Не получится Но Как бы по ним Попасть О Вот эти Самые Конечно Безопасные Их Можно Предвидеть Поведение Еще я рад Что у меня Джойстик Такой Как надо Ну А то у меня В одном Стрелке Ну По диагонали Короче Трудно Ходить А этим Хорошо Ходит Прикольно Да Я в целом Прям Не жалею Что купил Эту игру Потому что Я сомневался Как бы у меня Ну я мог Сэкономить 70 гривен Собственно Не купив Этой игре О Так Активных Дефендеров Четыре То есть Где-то еще Должен быть Машины Так Это Вне камер О Вот это тоже Относится Так 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 Три Да О Три О И эти Вот они Как раз Блин Тойл Тойл Классное оружие Так И это Когда они Непобедимые Тогда сразу Классно Становится О Все Мини игра Неужели Такая же Да Кстати Неудобное управление Оно инертное Очень И как бы Оно Меняется В зависимости От того То есть Вода С задержкой Стреляют Поэтому Это Главная Трудность Собственно Блин Он быстрый О Типа Залил водой Камеру О Есть Фу У меня Один Процент Здоровья О Так Еще Патроны Ну На Элефантов И на Пожалуй Эту Кар Что же Можно Класс Блин Я теперь Когда разобрался Что делать То мне Прям Нравится Эта Игра Блин Всегда Мне хочется Чтоб тут Карта Была Как будто Нажимаешь Паузу И АБЦ Не помогает И открывается Такая карта Именно Полноценная Ну нет Типа Вот Ну как бы Напрашивается В таком Типе Игр О Патроны У меня сейчас Хорошо Все так Что я пока Не буду Прям О Окей Блин Ага Сколько Жизни О Еще Три Окей Это я Где А ну О 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 Камера 6 Вот Я сейчас В ее Районе Интересно То есть Вот это Все Относится К Шестой Камере Звуки Напоминают Что-то Jurassic Park В джунглях Там такие звуки Эти нужно Прямо В притык Разбивать Так Сколько? Пять Ага То есть Две машины О Этот Даже Лучше Да Эти Легче Сейчас Машина Тут О Класс И сейчас Танки Так И К танкам Я готов У меня Той Элефант У нас Такого Нет Найс Блин Классная Игра Когда Знаешь Что делать Это Прямо Интересно О Этот Уже Двигается Оно Реально Усложняется Тот О То Был Как Обучение И А Это Первый Уровень Так Блин У нас Такой Задержкой Вообще Неописуемой Необъяснимой Раз Два И Теперь Почти Не Повреждал Дизайн Кстати Классный Мне Нравится Вот такая Эстетика Ну Цирк И Там Типа Игрушки Там То есть Оно На Аэро Похоже Чуть Чуть Такое Как бы Искусство В своем В Определенном Смысле О Есть О Патроны Ну Как бы Баулинг Баулинг Взять Да Что Что ценнее Рейскара О О Здоровье Мне по-моему Пополнило Потому что А нет Это я умирал Только Рейскар Я буду Так Хорошо Я так понимаю Здесь Это уже Как бы Конец Карты О Да О Это что Пауэр Я Ну Вроде Пополнился Пауэр Я не увидел Так А там дальше Еще что А это Мешок Подварков Блин Круто Ага Это как Там вот я начал За этой стеной О А вот это А Ну похоже на Лечение Поэтому я пока Не буду брать Сейчас не надо О Там с той стороны Мои патроны Остались Классная игра Я теперь понял Что надо делать Оно вообще Блин Ну карты Так бы Хотелось Чтобы было Или радар Вот кстати Если б справа Или слева Внизу Такой радар Был Как в Зомби С Эйтмэн Например И еще В таких Подобных Играх О Интересно Какую Какую камеру Эти Охраняют Тут же вроде Нет камеры Поблизости А может они У ту Которая А камера 1 Да 5 осталось Да Они Тут просто Стена Между ними Да У там Ну думаю Можно Элофанта Уже пускать Конечно О есть Они уже Вышли Все Дальше Легко Все О Ноль Так Сейчас Небось Во Этот Наоборот Неподвижный А Наверное Ну Оно От номера Камера Зависит Я только что Просто шестую Включал Шестая Это же Как бы Самая Последняя А Первая По идее Наоборот Самая Простая Вот Он вообще Не двигается Да Вот это Как раз Туториал Прикольно Сейчас Пройдут Даже Может Первый Уровень Если Тут Так Может Тут Просто Миллион Этих Эллафонтов Так Это Была Первая Вторая Третья И Пятая Без разницы Главное Знать Где оно А Так Это Что Окей Но Ничего Не поменялось Мне здоровье Нужно Надо Пойти В туда Вернуться Может Оу Это Я в районе Какой Камеры О Вот О Так Ну Ничего Еще Три Жизнь Так А где Она Меня Восстанавливает Ого Тут Еще Эти Кстати Пин Этган Только Против Этого И Помогает Вертолет Самое Слабое Оружие Зато По высоте Ага Это Третья Камера Ага Опять Осталось Сейчас Было Здоровье Восстановить Ладно Что тут Тут По-моему Утка Спиннинг О Тоже Хорошо Ела Но я Пока Не буду Трать Так Там Вот Тут Где-то Джип Не О Вот Он Можно Даже Элфон Допустить О Есть Так Танки Вроде О Есть Главное В принципе Я сейчас понял Что По сути Игра Объяснила Что делать То есть О том Что надо Ну понятно Камеры Это как Основное задание Но как именно Сделать Не объяснила Но тем не менее Разобраться Достаточно Возможно Так Пятый Почти Самый Сильный Ага Тут Он Вверх Низ Двигается А В последнем И И Сторону И Вверх Низ А В том Только Сторону Сторону То есть Прогрессивно Усложняется О Есть Воды Честно говоря Много Так что Вообще Без проблем О Так У меня Вот Вот этого Хочу Чтобы было Больше И Естественно Той Элфон Я Тем Дем На штук Уже Пятьдесят О Ой И тут Эти У Ватер Балун Э Такое Не знаю Насколько Оно Полезное Блин Не успел Выбрать Оружие Сильно Долго Прокручивается Я пытался Взять Самое Обычное Пинатган Вот По этим Иначе Не попасть Я хотел Сначала Их Застанить Типа А потом Выбрать Ватер Балун Но Он Слишком Долго Выбирается И стан Проходит Да На этих Тоже Можно Не тратить Патроны В принципе Я почти Уже Прошел Первый Уровень Если Тут Сейчас Гарится Что Это Элефант Конечно Такой Overpowered Вообще Он Мощный И он Самонаводящийся Как бы Зачем Еще какое-то Оружие Если есть Слон Здоровье Здоровье О Это Что Камера Не Хочу Чтоб Тут Было Здоровье Огромное А Ладно Можно О Здоровье Всего Один Но Все равно Последняя Камера Это Последняя Да О Это Пятая Вверх Вниз Двигается Но Быстрее Немного О Все А ну Сейчас сюжет Продвинется Скажет Well done Патрик Так Какие А Вот он был Мне нужен Bowling Ball Так Прям Есть Из чего Выбрать А Вообще Этот Spinning Top Можно Еще Набрать Так Destroyed Active Defenders Ну Все Как бы О Замягали Штуки Я надеюсь Сейчас Босс Какой-нибудь Не появится Из ниоткуда Что Собственно Делать Куда Теперь Идти А Он Сказал Встреть Меня В Восточном Крыле После Того Как У Несешь Все Камеры Патрик Сказал Я Не Совсем Понимаю Кто Он То То есть Вот этот Генерал Это Как бы Его Брат Да Ой Тут Заводная Утка Кстати Поздно Я Про нее Вспомнил Надо было Патронов Набрать Она Тоже Вроде Полезная Я забыл Что она делает Сильно Много Оружий Ага Вот Вот оно Это Как Стрелка О Реально Я По Стрелке Шел И Патрик Вы Вы Здесь Стрелка Ага Это Он Ему Тоже Брат You Know The Only Problem With My Camouflage Suit Is That I Still Cast A Shadow Ого Он Невидимый I Told You I Could Fix That By Applying The Principles Of The Woozie Стоп Daydreaming We're In A War Here Listen You Did Great In The Factory But There Is More Work To Do There Are More Cameras In The Or to trouble you with more of his mean nasty toys. That? Так, то есть он и есть генерал? Watch yourself, I'll meet you at the entrance to the warehouse. Good luck! То же самое, короче говоря. Ну, в принципе, логично. 10-4 Да смейся мне тут. Entriders are bypassing factory characters. Cafeteria entrance, sensor detecting motion. They have escaped. Factory defenders prepare. Special service toys. In the map. Mess. In the cafeteria. Acknowledge. Типа опечатка такая. Supplement wind-up. Walking bombs in non-camera areas. Ну, короче, типа просто. Isomorphous slime blobs. О, еще новых врагов добавят. Просто враги будут сильнее, я так понимаю. И я надеюсь, что фон поменяется. Потому что кафетерия как бы... Ух ты! Это типа... Прикинься, от первого лица можно тут будет ходить. В некоторых играх меняются. Не. Вау. Ну, почти не поменялось, но мне нравится как тут стены выглядят. Такое, знаешь, разноцветное. Класс. И типа как стекло. Ой, не та кнопка. Мне, конечно, вот больше всего, наверное, именно концепт нравится. Ой, это вообще... Ой, я думал это... Это что? О. Эм. Окей. Я тогда утку подзаряжу. У меня, конечно, последняя жизнь вообще. Это опасно. Rage car. Race car. Блин. Я не могу на самом деле... Ну, то есть оно выглядит как G, но в то же время и car тоже с такой написано. Туда rage jar получать. Так надо вспомнить, что делает это... Своих же слонов убега. Вот это... А, окей. Это просто игрушки, типа. Чтоб как бы не только враги были. Утки, я так понимаю, это как... Менее умный вариант слона. О, а ну. Тойше. Ага, он... Он такой, типа как... Непредсказуемо двигается. Интересно. Стук оружий, блин. Даже слишком много. Неудобно между ними переключать. Эм... Спиннинг. Топ. Не, я утку хочу. Да, утку хочу тратить. Ого, этот опасный. Так, мне кажется, поэтому... О, норм. О, я нашел камеру. У нас сначала, по-моему, как раз вот этих прыгунов. Машины помогают одни. Ну нет. Они же просто непредсказуемые. Если самонаводящихся, то, мне кажется, они не будут по ним попадать. Четыре. О, тут меньше хотя бы камер. О, эти уже. Так. О, Elephant. Вот. Все, тут уже. О, все, так, где камера. Ага. То же самое. Это, похоже, где-то четвертое. А, нет. Там было написано, что это первое. Лучше усложнили вообще. Он непредсказуемо двигается. Блин. Он так медленно поворачивается. Я... И такой как бы инертный. То есть... Очень трудно попасть туда, куда целишься. О, есть. О. Получилось. Эм... Так. Нутку и слона. То есть шайф не сильно. Надо его потратить сейчас. Ага. Это конец. Так реально карты не хватает. Тут она бы прям нужна была. О, а это еще что-то, а ну. Custard. Custard, наверное. Pie. А, это что? Вот, кстати, по вот этим... Может и... А ну. Water balloon, во-первых. Сейчас по ним может попадут. Блин. Много сильно... Я как раз, кстати, хотел выключить, реально. Я такой думаю, что сильно огромное видео получилось, но я как бы играть просто хочу в это, а не записывать. Первое впечатление удачно. Я даже, наверное, выложу все видео отдельно. Intruder has been... Побежден, короче. Прикольно. Я теперь когда знаю, как делать, то я, кажется, смогу дальше дойти. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы тут было меню, чтобы тут можно было выбирать уровни. И... Блин, ну, в целом игра вообще впечатляющая, знаешь. Так, это я reset нажал. Надеюсь, что тут появится еще какая-то игра, как на некоторых сборниках. По четыре игры. Блин, хорошо так, блин. Я доволен. Ну, кто-то играл. Ты шо? Для анбоксинга повырезаю кусочки. Там, где у меня все получается и там, где я разобрался. А это можно прям так загружать. Интересно. И, кстати, да. Вот это Hunting Staring Polter Guy. Есть еще игра на Сеги. Которая всем нравится. Ну, многим. Есть у меня знакомые, у которых это игра детства. И они там прям только ее и знают из Сеги. Но мне она как-то вот концептуально не сильно нравится. И тем, что там как бы тоже изометрия. Мне вообще изометрическая проекция не очень. Но это не изометрия. Тут как в Cool Spot. Тут оно как бы просто... Вид сверху. То есть в любую сторону можно идти, как в этом. В Light Crusader. Хотя он тоже изометрический. Круто было именно в две совсем новых игры поиграть. Помимо Бэтменов всяких. Я рад, что эти купил. Там еще, кстати, был Top Gear 2. Я все вспомнил. Но он не такой как бы... Ну, я понял, что не сильно хочу в него играть. Потому что он у меня был как бы и... Ну, такое. А вот эти классные. Особенно Toys. Toys вообще интересно. Хоть я, по-моему, проиграл. Да. А пикапау, тем более, я буду еще играть. Так что, в принципе, успех. Да. Выключай. Так. Так. Так.